всем привет девчонки с вами юлия и мой факультет рукоделия и сегодня у нас видео снова о вязальных машинах дело в том что с того момента как я приобрела себе вязальную машину и вы увидели одно из первых видео у меня на канале мне очень часто в личных сообщениях приходят множество вопросов девчонки спрашивают на ту или иную тему по поводу вязальных машин как быть где что делать и просят снимать видео показывать как с ними обращаться и я их прекрасно понимаю потому что многие из них даже боятся подумать о покупке вязальной машины потому что они не знают с какой стороны к ней подходить так вот сегодня давайте разберем как распаковать вязальную машину и установить ее на место то есть распаковывать и устанавливать мы будем однофонтурную вязальную машину я думаю все остальные будут похожи примерно принцип установки до показывать я буду естественно на своей тойоте кс 858 и первым делом мы устанавливаем машину на стол таким образом чтобы замочки были с дальней стороны вот так открываем замочки и аккуратно движением на себя снимаем крышку крышку пока можно поставить она нам тут не будет мешать дело в том что в ней еще есть много деталей которые нам сейчас пригодятся убираем все лишние детали если они в этом углу у нас закреплена на специальный ключ транспортировочный каретка то есть она сейчас не двигается вот так вот поднимается ручка и откручивается транспортировочный ключ убирается все каретку можно снять и пока убрать следующим шагом мы заглядываем с вами в этот бардачок так его назовем до смотрим что здесь нам положили то есть можно свериться с комплектации машины вот в этой машине идет 3d киран идет запасная игла ключ селекторный вот такой нити уловитель так кордовая ниточка здесь у нас зажимчики для для карт нам с вами в данный момент нужны вот эти струбцины транспортировочный ключ мы с вами положим сюда и он у нас тут будет храниться до очередной транспортировки смотрите у машины на нижней стороне есть вот такие вот петли что ли до держатели их мы пододвигаем краю стола вот так вот вот в эти пазы мы заводим фрукцину и прикручиваем таким образом машину к столу с другой стороны поступаем точно так таким образом в данный момент у нас машина надежно зафиксирована прикручена к столу вот здесь в крышке находится прессе полотна мы его снимаем сейчас будем устанавливать возвращаем каретку на игольницу ослабеваем вот эти вот винты и подводим сюда прессер полотна устанавливаем его на место то есть без него машина у нас связать не будет далее в крышке вот здесь вот закреплены дополнительные полозья для кареток их мы тоже сейчас достанем я покажу куда их нужно вставлять вставляется они с двух сторон машины вот таким образом и служат дополнительным полем для того чтобы можно было вязать большие изделия то есть каретка плавно переедет на вот эти рельсы и не упадет с машины когда мы вяжем с вами когда у нас задействована вся игольница в работе с этой стороны точно также заводим вставляем и проверяем вот у нас каретка слот плавно переехала также в крышке у нас хранится нитенатяжитель достаем его убираем мешочки и состоит он из двух частей это у нас нижняя деталь нити натяжителя верхняя деталь выглядит вот так и верхняя часть соединяется с нижней частью там где пруд у нас ровный и прямой вот таким образом мы заводим их друг друга и нити натяжитель у нас собран нижней части мы заводим его вот в этот раз так в итоге вся система нити натяжения выглядит вот так тут у нас проходит ниточка когда она подается из клубка далее она заходит вот через вот эти натяжители проходит сюда в нити направители и в последнюю очередь вот в эти усы как заправлять машину как заправлять нить в машину у меня есть отдельное видео так что вы можете его открыть и посмотреть и еще смотрите вот вот здесь крышки спрятано сейчас откроем вот такими скрепочками здесь лежит оттяжная гребенка из двух частей состоящие смотрите она состоит из двух частей очень все плотненько здесь все новенькое вот такая одна сторона у нее длинная вторая короткая если мы соединяем их вместе у нас получается оттяжная гребенка на всю длину игольницы вот так что не потеряете ее она находится вот в этом месте кстати все инструменты можно установить вот сюда тут есть специальный стаканчик очень удобно пользоваться во время работаем и есть еще одна деталь которую нам нужно установить сейчас смотрите у нас в машину устроен счетчик рядов и здесь вот такой язычок который нам будет считать ряды видите перещелкиваются ряды но для того чтобы они считались надо чтобы этот язычок что-то приводило в движение каретка его не задевает но здесь есть хитрый паз в который вставляется вот такая деталь и теперь проезжая мимо счетчика рядов каретка будет задевать вот эту металлической деталь кай язычок и наши ряды будут считаться все в принципе машина готова к использованию вот этот селекторный ключ нам с вами пригодится тогда когда мы перейдем к вязанию каких-то узоров или жаккарда при помощи перфокарт или селекторного устройства вставляется он сейчас я покажу где вот здесь внизу подыгольница есть вот такой вот рычаг с пазами в него вставляется селекторный ключ и приводит в работу селекторное устройство то есть но если грубо сказать переключает ряды когда мы с вами вяжем по перфокарте и так мы с вами установили вязальную машину на рабочий стол я думаю что все поняли как это сделать и увидели что ничего страшного в этом нет так что если у вас была мечта купить вязальную машину но вы не знали с какой стороны к ней подойти обязательно исполните свою мечту и купите себе вязальную машину начинайте вязать перед тем как начать работать на вязальной машине надо обязательно проверить ее состояние и первым делом что нужно сделать это проверить планку но вот об этом мы с вами поговорим уже в следующем видео и сегодня я с вами прощаюсь пока пока